Я хочу поговорить о том, как Эйнштейн упразднил эфир, и я расскажу тебе, что это значит. Я также расскажу о том, как пришло понимание того, что когда мы смотрим на звезды ночью, мы оглядываемся назад во времени. Свету требуются годы, чтобы добраться сюда. Я часто задавался вопросом, как это повлияло на астрологов, составлявших гороскопы. Ты понимаешь, я имею в виду, что прямо сейчас звезды находятся где-то в другом месте. В 1598 году король Испании предложил премию за решение задачи о долготе. Вот как далеко ты обогнул экватор. Испания теряла слишком много кораблей, испанский военно-морской флот из-за пропавших моряков, и военная ценность знания того, где ты находишься, была очевидна. Галилей, который показан здесь, демонстрируя свой недавно изобретенный телескоп Дожу Венеции, только что изобрел телескоп. И с его помощью он первым делом открыл спутник Юпитера под названием Ио. И ему пришло в голову, что можно увидеть, как Ио исчезает за Юпитером каждые 42 с половиной часа. Таким образом затмения происходили каждые 42 с половиной часа. Ты мог наблюдать за ними, совершая кругосветное плавание, и использовать их как своего рода глобальные часы, которые можно было увидеть из любой точки Земли и которые показывали бы тебе время возвращения домой. Для него это была Италия. Твое местное время можно узнать по высоте Солнца. В полдень оно было прямо над головой. И как мы все знаем из дальних авиаперелетов, разница во времени между домом и местом, где ты находишься, определяет твою долготу. Если бы разница во времени составляла 12 часов, ты был бы в Новой Зеландии. Галилей не получил приз. Когда они опробовали это на корабле, корабль слишком сильно качало, и они не смогли получить хороший обзор, но на суше это сработало идеально и использовалось постоянно. С тех пор прошло уже несколько сотен лет. Попозже, например, чтобы проверить хронометр Харрисона. В то время Кассини возглавлял Парижскую обсерваторию, и он хотел проверить эту идею. Поэтому он попросил своего друга Бартолона и его аспиранта Оле Рому из Копенгагенского университета, датского университета, отправиться в путешествие на остров Хевен, который находится в проливе между Данией и Швецией, чтобы измерить долготу старой лаборатории Тихо Браге, которая все еще находилась там и до сих пор является музеем. Браге мне очень жаль, но к тому времени Браге уже был мертв. Оле Рома, этот молодой выпускник-аспирант, воспользовался своим телескопом и маятниковыми часами. И в течение нескольких месяцев наблюдения отмечал исчезновение Луны за Юпитером каждые 42 с половиной часа. Но он нашел кое-что очень интересное, что привело к созданию одной из величайших работ в истории физики. Итак, вот его статья. Она была переведена на английский язык и опубликована в журнале Field Trends в 1677 году. Это Солнце, а вот Земля вращается вокруг него. Теперь мы увеличим изображение на приличную величину. Здесь скорость вращения Земли вокруг Солнца составляет 67 миль в час. Вот Юпитер, а вот Иу, вращающаяся вот так. И если вы смотрите, скажите, что Земля находится здесь, вы видите Иу исчезать за Юпитером каждые 42 с половиной часа. Но Рома заметил, что три месяца спустя, в разное время года, когда Земля находилась где-то здесь внизу, двигаясь со скоростью 67 тысяч миль в час. Затмения немного запаздывали. И, конечно же, в то время все думали, что скорость света мгновенна. И этому аспиранту пришло в голову, что эта задержка объясняется временем, которое требуется свету, чтобы догнать Землю. Таким образом, пока Ю приближалась к Земле, свет, который вы могли бы увидеть, посмотрев сюда, когда появилась Ю, Земля двигалась вперед, и свет должен был двигаться дальше. Задержка составила около 10 минут. Так вот, он очень ловко использовал эти знания, чтобы предсказать будущее затмения. Так вот, сказывать положение небес в то время было сродни волшебству. Люди действительно обращали внимание, если ты мог это сделать. Его предсказание сбылось, так что, конечно, его сожгли бы как ведьму или что-то в этом роде. Но вместо этого его назначили в Парижскую академию. Он выступил с докладом на эту тему, и это произвело сенсацию, и вот результат его работы. Исходя из этого, он смог рассчитать время, за которое свет проходит путь от Земли до Солнца, и он назвал это число примерно в 11 минут. Ньютон в своей книге, которая вышла вскоре после этого, дает 8 минут, что удивительно близко к нынешнему значению. Это правильное значение. Свету требуется около 8 минут, чтобы добраться от Солнца до нас, то есть 8 с половиной минут. Вот Ромер в своей обсерватории, которую он построил позже. Вот его телескоп. Посмотри на его часы с маятником. Вот качающийся взад-вперед Боб. Ему очень не повезло. В дальнейшем он совершил много замечательных поступков. Он стал мэром Копенгагена, он был судьей. Он изобрел температурную шкалу по Фаренгейту. Но все его работы были уничтожены во время пожара, в 728 году. Его преданному стороннику Петеру Харри Броу удалось спасти одну книгу. И благодаря замечательной ситуации он работал в течение нескольких лет. Окно в Копенгагенском университете, и он оставил там одну из своих самых важных книг. Она пролежала там до 1920 года, пока кто-то не нашел эту вещь, и теперь они могут многое восстановить о проделанной им работе. Таким образом, возникает вопрос о том, что поддерживает распространение света в вакууме. Ты знаешь, что волны на реке поддерживаются водой. Что же это такое, если в открытом космосе ничего нет, то как волна может пробежать сквозь него? И это привело к идее, которую Церковь, конечно же, решительно поддерживала, что во Вселенной существует абсолютная система покоя. Раньше говорили, что это Земля, а Галилей, как вы все знаете, прославился тем, что отрицал это, и в результате чудом избежал и рака во время его инквизиции. Но ученые пришли к выводу, что существует вещество, которое заполняет Вселенную, как бы прикрепленное к самым отдаленным звездам, закрепленное на них болтами. К далеким звездам, которые были абсолютной рамкой, данной Богом рамкой покоя. Но если Вселенная полна такого рода невидимой резины, то она должна обладать какими-то довольно нелепыми свойствами. Мы знаем, что скорость всех волн определяется отношением их жесткости к плотности. Так вот, если придать этому веществу жесткость стали, то оно должно быть намного легче водорода, в 50 раз легче водорода, чтобы волна прошла сквозь него. Это происходит со скоростью света, 186 миль в секунду, 186 миль в секунду. Это также не должно было препятствовать движению планет. А теперь о том, что планеты вращаются вокруг нас, это греческое слово, означающее странник. И оно должно было проникать во все формы материи, а также быть абсолютно невидимым. Так что это было абсурдно, но прежде чем ты отвергнешь это как древнюю глупость, нам нужно вспомнить, что Джеймс Кларк Максвелл получил правильные уравнения электродинамики. Уравнения, которые описывают все электрические явления, используя эту модель об эфире, как о чем-то вроде вихревой губки, они называли это невидимой резиной. А теперь, чтобы определить скорость по измерению времени, вам нужно определить расстояние, на которое прошел свет. Так что им нужно было знать расстояние от Земли до Солнца и от Земли до Луны. Это долгая, очень долгая история. У меня нет времени вдаваться в подробности. Позволь мне просто сказать, что древние греки во всем разобрались. Это замечательная страница. Это копия работы великого греческого астронома Аристарха 10 века, показывающая, насколько хорошо они понимали такие принципы, как параллакс и геометрия. И конечно же, у них были все теоремы Евклида, которые мы изучали детьми в школе. И их методы измерения расстояний были потрясающими. Проблема заключалась в том, что они не могли точно измерить малые углы, поэтому их фактические значения расстояния от Земли до Луны были безнадежно неверны. Но их методы были хороши. Единственное число, которое они получили правильно, это размер Земли. Древние греки знали это. Ты наверное знаешь. Они измеряли длину тени от палки в двух местах, расположенных на расстоянии двух миль друг от друга, в одно и то же время. И в одном из них Солнце стояло прямо над головой, так что тени не было, а в другом, находящемся на расстоянии пары тысяч миль, тень была. Если ты знаешь высоту палки и длину тени, то можешь определить размер Земли. Но точные значения были получены только после наблюдений за прохождением Венеры в 1761 году. Это происходит дважды в столетие, примерно с интервалом в 8 лет. Я показал здесь набор, составленный Королевским Обществом. Это было первое по-настоящему международное научное сотрудничество. И Королевское Общество создало набор, состоящий из палатки с часами внутри, как показано здесь, и телескопа. Это тот самый телескоп, который капитан Кук взял с собой во время своего путешествия в Австралию и установил на мысе Венера, название которого сохранилось и по сей день для своего наблюдения. Вот здесь показан транзит Венеры. Это снимок, сделанный моим другом обычным фотоаппаратом во время такого транзита в 2012 году. Это Венера. Так вот что происходит. Венера находится ближе к Солнцу, чем Земля, и она проходит по солнечному диску, пересекая линию от Земли до Солнца дважды в столетие. А если у тебя получится? Сейчас, конечно, у них не было камер, они проецировали бы, как это делал Джереми Хоракс еще раньше, в темную комнату солнечный свет, проникающий через одно окно. Через маленькое отверстие для булавки, создавая теневое изображение Солнца на другой стене. Они рисуют это карандашом и обводят контуром. Венере требуется около шести часов, чтобы пройти вокруг Солнца. И исходя из этих размеров и углов, ты можешь рассчитать, если знаешь размеры Земли, расстояние от Земли до Солнца и от Земли до Луны. Вот это. С этими людьми происходили всевозможные несчастные случаи. Была война, были болезни, был голод. Вот некоторые из наблюдений. Екатерина Великая даже посылала русских ученых в Мексику. Но ответ, который они получили, был равен 93 миллионам миль, что в пределах одного процента от правильного ответа. Итак, в далеком 1761 году, с тех пор мы довольно точно знали размеры Солнечной системы. Я думаю, что нашего следующего героя сильно недооценивают, потому что его работа была очень важна для Эйнштейна. Это Брэдли, живший в 1762 году, примерно во времена Ньютона. Он практически лежал на спине на диване прямо здесь, в своем доме. Он прикрепил телескоп к стене дымохода своего дома, чтобы смотреть сквозь крышу. Он лежал здесь, глядя на звезду гамма-дракона, и измерял угол между осью телескопа и этим отвесом, местной вертикалью. Итак, это веревочка в трубке, на конце которой находится грузик, и он находится в миске воды, чтобы остановить вибрацию. Он обмотал веревочку трубочкой, чтобы не допустить попадания пыли, и он пишет, что его самой большой проблемой были пауки, которые раньше я забирался сюда и все портил. Так вот, он пролежал здесь несколько лет, целыми днями делая пометки, измеряя этот угол, и обнаружил, что эта звезда движется по кругу. Конечно, они учитывали движение вращающейся земли, и это было понятно. На фоне неподвижных звезд он двигался по кругу. Он не знал почему. Теперь ответ становится понятнее всего. Однажды, когда он плыл под парусом по Темзе, ему пришла в голову эта мысль, и он написал об этом письмо. Если ты идешь с зонтиком, и идет дождь, мы можем представить, что дождь – это звездный свет, падающий на землю. Чем быстрее ты идешь, тем больше тебе приходится наклонять зонд вперед, да? Точно такая же ситуация и со звездным светом. Тебе нужно наклонить телескоп, чтобы смотреть прямо на звезду. Другой способ взглянуть на это, возможно более простой, заключается в том, что из-за того, что Земля проносится сквозь дождь звездного света со скоростью 70 миль в час, фотоны, попадающие в трубу телескопа, ударяются о боковую поверхность Земли. В метро. Они никогда не попадут тебе в глаз из-за бокового перемещения телескопа. Для этого тебе нужно наклонить его вперед. И его простой расчет показал, что этот угол наклона как раз равен отношению скорости Земли к скорости света. Это фантастический эксперимент, чрезвычайно важный и судьбоносный для теории относительности Эйнштейна. А теперь перейдем к Френелю. Он был абсолютно блестящим математиком и физиком. На самом деле он работал инженером-строителем на строительстве дорог у Папы Римского вскоре после французской революции. Больше всего он гордился тем, что повесил это на своей могиле. Это единственная вещь на его могиле, были линзы для маяка, которые он изобрел, потому что они сэкономили так много времени. Много жизней, эти толстые линзы Френеля, которые он носит. Но не менее важным для нашей истории является то, что он выдвинул теорию эфирного притяжения. А теперь я должен сказать, что если мы вернемся к этим нелепым свойствам эфира, то если вы находитесь здесь на Земле с фонариком и светите им в ту сторону, то вот здесь Земля движется вокруг Солнца со скоростью 70 миль в час. Если бы эфиры устремились к самым далеким звездам, Земля пронеслась бы сквозь них, и можно было бы ожидать встречного ветра. Это похоже на волны на реке, где есть течение. Это похоже на волны на реке, где есть течение. Так что здесь должно быть вот это. Поскольку мы движемся сквозь эфир, который привязан к самым далеким звездам, можно ожидать, что свет будет двигаться в этом направлении медленнее, а попутный ветер ускорит его движение в другую сторону. И будет справедливо сказать, что ученые искали этот эффект в течение пары сотен лет, и было ли отсутствие этого эффекта, отсутствие какого-либо встречного или попутного ветра. Чем-то таким, что на самом деле смог полностью объяснить только Эйнштейн. Итак, у нас есть это измерение, и теперь у нас есть Фринель. Его идея заключалась в том, что эфир подобен, скажем так, туману. По мере приближения к Земле он замедляется, и Земля увлекает его за собой. Туман на поверхности Земли движется вместе с Землей, подобно молекулам, проносящимся над крылом самолета. Когда вы смотрите в окно, поток воздуха на самом деле движется вместе с крылом самолета, и по мере того как вы удаляетесь, он ускоряется. Но его волновая теория была чрезвычайно важна. Я думаю, что его босс Араго был замечательным человеком, у которого была самая интересная жизнь из всех людей, о которых я рассказываю. И Араго подозревал об этом. Араго хорошо говорил по-английски. Фринель не говорил ни на каком другом языке, кроме французского. Араго пришел к мысли, что был англичанин Джеймс Янг, который возможно вдохновил их, показав, что жизнь это волна, возникшая раньше, чем они сами. И вот он пишет домой своей семье, когда приезжает в Лондон навестить Янга. В 1816 году, сейчас как раз то время, когда Джейн Остин, наполеоновские времена и французская революция были бы свежи в памяти. В 1816 году я отправился в Англию со своим другом Гей Лусиком, чтобы обсудить с Янгом работы Фринеля. Он сказал нам, что опыты Фринеля уже были опубликованы в его собственной работе в 1807 году. Это показалось нам неправильным и сделало обсуждение долгим и обстоятельным, как вы можете себе представить, представь себе. Только взгляни на это, это просто завораживает. Миссис Янг присутствовала, но похоже не проявляла никакого интереса к этому разговору. Но как мы знаем этот страх, каким бы ребяческим он ни был, прослыть образованной дамой, прослыть синим чулком. Сейчас 1800 лет, синий чулок не такой уж и старый. Синий чулок сделал английских леди очень сдержанными в присутствии незнакомцев. Внезапно миссис Янг встала, вышла из комнаты и вернулась с огромным томом на тур философии Юнга. Она положила его на стол, как ее муж. Она положила его на стол, открыла не сказав ни слова, и указала пальцем на рисунок, на котором были изображены изогнутые линии дефрагированных полос и на котором развернулась дискуссия и была теоретически обоснована. Итак, Араго говорит, я думаю, что это правда, судя по дневниковой записи мадам Дюпен, сделанной в то же время, что французские женщины действительно обладали гораздо большим авторитетом и влиянием при французском дворе, чем они сами. В то время Англия была более раскрепощенной страной, чем английские женщины. Как выяснилось, позже понимал, что теория эфирного сопротивления Френеля действительно давала правильный ответ, по счастливой случайности, но по неправильной причине. Араго продолжал делать много удивительных вещей. Он написал потрясающие мемуары обо всех французских академиках. Он занялся политикой и отменил рабство во всех колониях, а также порку на флоте. Следующим у нас будет Ипполит Физа. Он был профессором. Теперь мы переезжаем в Парижскую обсерваторию. Она все еще там. Часть ее музея, где до сих пор хранится его аппаратура. И эти люди произвели первые измерения скорости света на Земле, земные измерения. А Физа сделал это с помощью этого зубчатого колеса. Так вот, у него работал потрясающий техник Фримонт, и он смог использовать гребень из слоновой кости на прялке. Так что были пробелы зажми между зубами, и это будет вращаться по кругу. Он не должен был вращаться очень быстро, 12 оборотов за 2 оборота, но в нем было 720 зубьев. Так что свет, поднимающийся сюда, проходил бы через щель между зубьями. Он пролетел более 5 миль по дымоходам и крышам Парижа до зеркала, которое он повесил в доме своего отца, и отразился обратно. Но к тому времени, как он вернулся, появился следующий зуб. Обогнул и заблокировал его. Поскольку он мог регулировать скорость вращения своего зубчатого колеса, он регулировал скорость до тех пор, пока не перестал видеть свет. И тогда он понял, что время, за которое свет проходит 10 миль в оба конца, равно времени, за которое зуб перемещается вокруг одного места. Теперь у тебя есть такая же скорость, как у пианино, потому что это, знаешь ли, 440А, так что ты можешь это делать, и оно издает свистящий звук. Так что если ты настроил свое пианино, то сможешь набрать нужную скорость. Он ответил, что скорость света составляет 3,4 на 10-8 метров в секунду, и это в пределах 5% от современного правильного значения. С ним работал Леон Фуко. Так вот, Фуко, конечно, гораздо более известен благодаря своему маятнику. Они вдвоем работали над многими экспериментами в области электричества, пока однажды не наткнулись на работы Чарльза Уитстоуна, который измерял скорость электричества в Королевском колледже. Его аппарат все еще там, я ходил и видел его прошлым летом в подвале. Он измерял скорость электрического тока с помощью вращающегося зеркала. Анна Фуко, который вообще не был математиком, во французской академии смотрели свысока, потому что он не был теоретиком. Но я думаю он был лучшим экспериментатором, чем Физо, и на самом деле получил премию. Гораздо более точный ответ. Его идея заключалась в том, чтобы установить здесь вращающееся зеркало. У него был друг, который смастерил орган для собора парижской богоматери, и вот этот друг смастерил ему воздушный насос, и он сделал его пневматическим. Вот здесь наверху есть такая штука, она похожа на сирену или на вращающийся диск, который вращается под действием вот этого воздуха турбины. А вот это зеркало, которое вращается вокруг вертикальной оси по всему своему диаметру. Здесь такой яркий источник света. А еще у них была такая штука, которая называлась гелиостат. Они использовали солнечный свет, проникающий через окно, и у них было зеркало, которое вращалось по часовой стрелке, чтобы сфокусировать пятно света на одном и том же месте в течение всего дня, когда двигалось солнце. Затем солнечный свет дошел до этого зеркала, теперь оно находится всего в 20 метрах, а не на крышах домов. И к тому времени, когда он вернулся, это быстро вращающееся зеркало слегка повернулось, так что изображение исходного источника было немного смещено в сторону. Потому что к тому времени, как свет вернулся, зеркало слегка повернулось. А если бы он измерил расстояние между исходным изображением и источником и его изображением, то это смещение х здесь увеличивалось бы со скоростью зеркала. А если построить график зависимости скорости зеркала от смещения, то получится скорость света. Его ответ был в пределах примерно половины процента от современного значения. Потрясающая работа. Это маятник Фуко. Я поместил это здесь, чтобы ты мог запомнить. Это очень полезно. Сейчас такие штуки есть во многих зданиях по всему миру. У нас в университете на физическом факультете есть такая штуковина. Так вот, он установил огромный маятник в Парфеноне. По-моему, это был Пантеон в Париже. Он раскачивался вот по этой линии, но в течение дня оказалось, что плоскость, в которой он раскачивался, вращается. Так что если он раскачивался по этой линии в полдень, то через несколько часов он будет раскачиваться вот здесь, а потом вот здесь. Чтобы понять это, представьте, что он находится на Северном полюсе, и вы даете ему толчок, чтобы он начал двигаться, и как учил нас Ньютон, он продолжает двигаться. Движется в том же направлении, но Земля вращается под ним. Так вот, если ты стоишь здесь, то кажется, что плоскость его качания вращается. Это было глубоко шокирующим для жителей Парижа, когда он установил его, а деревенские жители приходили и говорили, что это волшебство, и повторяю, его следует сжечь на костре. Но это было первое прямое доказательство вращения Земли. Ты мог бы просто увидеть это своими собственными глазами. Все это произошло незадолго до осады Парижа, парижской коммуны в 1870 году, захватывающего времени, когда к власти пришло крайне левое правительство. И просто удивительно видеть, как их политика соотносится с сегодняшней. Вот, например, Элизабет Уоррен. Чего они хотели, так это бесплатного ухода за детьми. Они хотели, чтобы не было дискриминации по признаку пола. Они хотели отделение церкви от государства. Все вопросы, которые сейчас являются актуальными, тогда были для них насущными. Бисмарк прибыл с войсками из Германии, бомбардировал город и обстрелял его. В то время зданием Парижа был нанесен больший ущерб, чем в любой другой войне до или после. А вот и меню. По сути, Бисмарк морил население голодом, чтобы заставить его подчиниться. Вот меню ресторана того времени. Ты видишь, как там соблюдали голодную диету, питаясь собачьими котлетами, рагу из кошки-осла, фрикасе из крыс и мышей. А вот в этой маленькой заметке говорится, что только храбрый американский посол был единственным человеком в чужой стране, который выдержал это и остался в Париже на протяжении всей осады. Теперь мы, конечно же, подошли к Фарадею, который работал в этом здании. Вот фотография лаборатории и вы можете увидеть ее внизу. Мартин водил меня по ней раньше, и я видел именно это. Вот он работает вон там в углу. Его работа очень важна. Я подхожу к Эйнштейновскому обобщению всего этого. Это было чрезвычайно важно, потому что он основал теорию поля. Итак, мы представляем, что Вселенная заполнена невидимой резиной, которая поддерживает световые волны, проходящие через нее со скоростью 186 миль в секунду. Ты знаешь, что свету требуется около часа, чтобы добраться сюда с Сатурна. Фарадей был первым, кто увидел линии магнитного поля, которые он считал линиями напряженности в этом космическом пространстве. Он взял магнит, похожий на подкову. Я помню, как делал это в детстве. Ты кладешь сверху карточку, посыпаешь ее железными опилками, и они выстраиваются в линию по этим линиям натяжения. Они похожи на резиновые ленты. Теперь, конечно же, тебе понадобятся боковые усилия, чтобы удерживать их на расстоянии друг от друга. Вот северный полюс, а вот южный полюс. Мы смотрим на эту штуку сверху вниз. Он мог бы накачать ее насосом, поместить в банку, стеклянный колпак, и откачать воздух, и линии остались бы на месте. Значит, они были там в вакууме. Что это такое? Что это за линии напряженности в этом несуществующем эфире? В одном из своих писем Максвеллу он написал необычайно проницательную фразу. Я считаю, что излучение это высокий уровень вибрации силовых линий, которые, как известно, связывают частицы, а также массы материи вместе. Так вот, он ведет нас к теории поля, объясняющей гравитацию на основе электростатики. Так вот, он думал, что в этом эфире существуют линии напряженности, которые ответственны за излучение. Это невероятное заявление для такого раннего времени. Эта картинка появилась в книге Лоджера в 19 веке. Он обнаружил еще один эффект, который я наблюдал до выступления Мартина, магнитооптический эффект. Суть его заключалась в том, что когда свет проходит через определенные материалы, если поднести к ним магнит, плоскость поляризации света поворачивается. А теперь объясни, почему это было так важно. Потому что в то время не существовало никакой связи между электричеством и светом. Именно Максвелл объяснил все это. До Максвелла также не было никакой связи между статикой электричества, это когда вы получаете удар током в отеле в резиновой обуви и с магнитами. Они думали, что это совершенно разные вещи. Так вот, Максвелл объединил все это воедино. Так что это было очень важно, потому что он написал Максвеллу письмо, в котором описал это, и это стало первым экспериментальным подтверждением связи между светом и электричеством. Теперь я думаю можно сказать, что искры и есть это. Я имею в виду, что во время грозы они знали, что искры испускают свет, но кроме этого между ними не было ничего общего. Это привело Максвелла к очень известному члену в его уравнении, который называется ток смещения, и симметрия, которая давала его уравнением, была ключевым ключом к разгадке. Эйнштейн в своей теории относительности. Вот мы и подошли к Максвеллу. Вот он здесь со своей собакой и женой. Она была чрезвычайно религиозной женщиной. Он вырос в сельской школе в Шотландии. Вот они со своим деревенским шотландским акцентом, твердыми религиозными убеждениями, неловкостью в общении и сухим культовым остроумием Джеймса. Он был примерно на 40 лет моложе Фарадея, но они действительно писали друг другу, и в какой-то степени работа Максвелла основана на экспериментах Фарадея. Он объединил электричество, магнетизм и оптику, используя механическую модель этого эфира. Вот в чем удивительная вещь. Он применил законы Ньютона к этой невидимой резине и получил свои четыре великих уравнения. На самом деле у него получилось 20 уравнений, которые он поместил в свою книгу, а вскоре после этого умер. И это был выдающийся человек по имени Хевисейд, самоучка, который жил со своей матерью в Южной Англии и всю свою жизнь только и делал, что изучал уравнение Максвелла и писал об этом пишут в газетах. В конце концов его признали, и он свел уравнение Максвелла к четырем, которым мы сегодня обучаем наших студентов на факультетах электротехники и физики. Он спроектировал старую Ковендижскую лабораторию, которая до сих пор находится там. Он умер от рака желудка в 1879 году. Так вот он никогда не предсказывал появление радио. Люди говорят, что так оно и было, но он был сосредоточен на свете. И только через 8 лет после его смерти Герц открыл радио. И стало ясно, что его уравнения могут быть распространены на радиоволны, которые мы используем в наших мобильных телефонах. Радиоволны это просто свет с большей длиной волны и меньшей частотой. И в этом зале, когда Максвелл читал лекцию о своей кинетической теории газов, о них рассказывали интересную историю. Это теория о молекулах, сталкивающихся друг с другом в переполненном пространстве. И по-видимому там была только одна выходная дверь, которая все еще оставалась в силе, и в узком месте образовалась небольшая давка, когда люди выходили. И Фарадей окликнул Максвелла. Эй, Максвелл, ты не можешь выбраться отсюда. Если кто и может найти дорогу в толпе, так это ты. Они словно оживают, когда ты видишь, что они говорят. Ну что же, говорят, что одно уравнение стоит тысячи картинок. Поэтому я привел здесь уравнение Максвелла, чтобы показать, чего они стоят. Но еще важнее то, что здесь есть загадочная вещь. На самом деле мы думаем о Максвелле как о чем-то вроде волшебника, потому что его механическая модель эфира это показано здесь. Вот его схема. Ему нужно было, чтобы циркулировали эти циклические токи, чтобы получить магнитную связь. А чтобы получить правильное направление соединения, например, зубчатых колес, ему пришлось вставить эти холостые колеса. Что же это такое, черт возьми? Это вихри в этом невидимом резиновом вспененном материале, который просто обладает нужными свойствами и пропускает световую волну. Так оно и было. Мне очень жаль. Он обнаружил, что ведя эти холостые колеса, он может сделать свое уравнение симметричным, так что изменение магнитного поля вызывает электрическое поле и наоборот. И это привело к так называемому току смещения, который был его действительно оригинальным вкладом во все это. Исходя из этого он мог вычислить скорость света, потому что, как я уже говорил, мы знали, что скорость речной волны или звуковой волны на гитарной струне, эта скорость жесткость преобладает над плотностью. И он говорит, что это был самый счастливый день в его жизни, когда он получил этот номер. Он был в своем доме недалеко от Эдинбурга. Он все еще там, по крайней мере в руинах. И он получил это число, когда вычислял скорость света в невидимой резине. И ему показалось, что он откуда-то узнал это число, но он целый месяц не мог вернуться домой из-за семейных обязанностей. Он говорит, что это был самый тяжелый месяц в его жизни, потому что там, в Лондоне, он понимал ценность Ромы и Физа в скорости света. Он не смог найти их в местной библиотеке в Эдинбурге. Так что в конце концов он смог сесть в автобус до Лондона, поехать в свою квартиру здесь в Лондоне, просмотреть свои записи, и обнаружил, что значение Физа совпадает с его теоретически предсказанным значением скорости света, если скорость света вакуум заполнен невидимой резиной, обладающей такими свойствами. И тогда он понял, что свет это электромагнитная волна, и у него была ее скорость. И это было одно из величайших открытий во всей физике. Так вот, я хочу сказать, что уравнения, к которым он пришел, были своего рода метафорой. Видишь ли, если ты спросишь, из чего состоит поле? Мы этого не знаем. Никто этого не знает. Физики находят уравнения, которые работают. Они не знают, зачем они работают, и не знают, что они на самом деле представляют. Мы не знаем, что такое электрическое поле в вакууме, потому что там ничего нет. Это вакуум. Заполнив его этой метафорической невидимой резинкой, вы получите правильный ответ. Это глубоко таинственный процесс. А вот и Максвелл. Он умер вскоре после изобретения телефона, и он говорит здесь, что мы все разговаривали по телефону. Его друг Гарнет действительно узнал голос человека, который случайно позвонил ему. Но фонограф сохранит для потомков голоса наших лучших певцов и ораторов. Позже его биограф Кэмпбелл напишет о нем, что у него было сильное чувство юмора, острое пристрастие к остроумным репликам, внешним признаком чего был особый блеск в глазах. Работая, он тихонько насвистывал, аккомпанируя своим внутренним мыслям. Он мог продолжать учебу, даже если его отвлекали громкие разговоры. Тогда он доверял своей собаке и говорил ей, Тоби, 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 так и должно быть. А потом присоединялся к разговору. Максвелл играл на гитаре. Ему нравилась поэзия Бернса, и он сам писал стихи, много стихов. И, конечно же, он изобрел цветную фотографию. Его первая цветная фотография находится в музее Кавендиша в Кембридже. А вот здесь они примерно в то же время прокладывают первый трансатлантический кабель. Я вставил это, потому что это действительно рождение интернета. Так вот, они попытались протянуть провод между Америкой и Англией. Первый провод довольно скоро порвался, но в конце концов они его достали. Они смогли поднять его с помощью захватного колпака. Дно Атлантики покрыто довольно мягким песком, если не считать этой траншеи. И они могли бы продолжать свой путь. Вот как они это сделали. Два корабля встретились посреди Атлантики, и на каждом из них была огромная катушка кабеля. Эти моряки разматывают кабель и спускают его через борт корабля на дно Атлантического океана. Вот Кельвин объясняет здешним морякам, почему не все работает со скоростью света. Но корабли встретились посередине, связали концы веревки кабеля вместе, электрического кабеля вместе, покрыли гуттаперчей, которую они только что обнаружили. И натянули с одной стороны, он выходит к Ньюфаундленду, а с другой к острову. Движущей силой для инвесторов были цены на акции. Ты мог бы получить их раньше, если бы это сработало, вместо того, чтобы ждать 12 дней, пока кто-нибудь приплывет, а также военную и дипломатическую информацию. Так вот как они нашли своих инвесторов. Конечно, это была постоянная борьба за деньги. На первое послание королевы Виктории президенту Бьюкенену ушло 16 часов на 100 слов, так что на каждый бит приходится по 5 секунд. Твой мобильный телефон работает на частоте гигагерц. А теперь последний экспериментатор, о котором я хотел бы поговорить до Эйнштейна, был Альберт Майкельсон. Он происходил из польской семьи. Он был первым американцем, получившим Нобелевскую премию. Они поселились в Сан-Франциско. Он пытался устроиться на работу к президенту Улиссу Гранту, и Грант в конце концов взял его к себе и отправил в военно-морскую академию, откуда он получил стипендию Гельмгольца. Величайшего немца в то время я был физиком в Берлине. Он просто решил посвятить всю свою жизнь поиску эфира, который, как все верили, должен быть там, данный Богом. Я бы сказал, что все физики, родившиеся до 19 века, верили в эфир, в его существование. Так что главная загадка для него заключается в том, почему нет встречного или попутного ветра из-за движения Земли сквозь эфир. В результате работы всей своей жизни он обнаружил, что скорость света одинакова во всех направлениях. И, конечно же, для него это стало большой неудачей. Он ожидал обнаружить, что свет движется быстрее, когда движется в противоположном направлении, в зависимости от того, какова скорость Земли по отношению к удаленным звездам. Вот его интерферометр. Это умная идея. Это полностью его оригинальное изобретение, интерферометр Майклсона. Он послал луч света. Допустим, Земля движется в этом направлении, вправо, тогда этот эфир, будучи неподвижным, будет находиться слева на поверхности Земли. Он послал луч света через эфир и обратно от зеркала, а затем в него и обратно на это зеркало. Если ты представишь себе людей, переплывающих реки с течением, то поймешь, что время, необходимое свету, чтобы пересечь реку и вернуться обратно, отличается от времени, необходимого для того, чтобы войти в нее и вернуться обратно. Так вот, там, где встречаются два луча, он позволил им пересекаться, и поэтому можно было определить, сколько времени у них было для двух переходов. Он ожидал, что там произойдут изменения, вы знаете, конечно, через шесть месяцев, когда Земля начнет двигаться в противоположном направлении. Она движется по кругу, и когда он поворачивал свой интерферометр, он мог поворачиваться вокруг своей вертикальной оси, но он не получил никакого результата. Он опубликовал это. Я имею в виду, что он не получил никакого эффекта. Не было никаких изменений во времени прохождения света через эфир, в зависимости от времени года, как ожидалось. Поэтому он написал эту статью, и как вы видите, все это в некотором роде соответствовало идее Френеля о том, что эфир прилипает к Земле, становится более липким по мере того, как он приближается к Земле и ее тянет за собой. Он написал статью, в которой пришел к выводу, что эфирного ветра не было, эфир не неподвижен по отношению к далеким звездам. Так вот, эта статья, по его мнению, свидетельствовала о его неудаче как ученого. Он вернулся в Америку, планируя полностью отказаться от науки, и он был уверен, что его статью вообще никто не читал. Он не получил на это никакого ответа. Так вот, случилось так, что в 1884 году он сидел за ужином с лордом Кельвином и Релеем, и они действительно прочитали эту книгу и были очарованы ею. И Релеем, в частности, проявил к этому молодому американцу отеческий интерес и писал ему письма до конца его жизни. Майклсон отправился погостить крылеем в их большом доме на юге Англии, и они вдвоем уговаривали его попробовать еще раз, потому что это было так важно. Это было описано как величайший отрицательный результат в истории науки. Поэтому он устроился на работу в Кейс Вестерн, и вместе со своим другом и коллегой Морли построил гораздо лучший интерферометр. Вся эта огромная плита плавает на ртути, жидкой ртути. Он провел измерения, когда она была повернута на 90 градусов, и сделал это 6 месяцев спустя, и получил тот же результат. Ничего особенного. Так что, ну, возможно, просто очень быстро, я сейчас вклянюсь, прежде чем мы начнем рассказывать о том, как Эйнштейн понимал все это. Я скажу просто расскажите что-нибудь об открытии радио, потому что когда я писал эту книгу, я стал большим поклонником Генриха Герца. Я думаю, что он действительно был самым одаренным экспериментатором из всех этих людей, потому что эксперименты, которые он проводил, были очень сложными. Он проводил их в Карлсруе. Он открыл для себя радио. Он определенно не собирался этого делать. Вот что интересно, когда он это сделал, они назвали это невидимым светом. Видишь ли, это прекрасно описывалось уравнениями Максвелла, просто частота была другой. Максвеллу никогда не приходило в голову спросить, описывают ли его уравнения волны, отличные от света, на более низкой частоте, вплоть до рентгеновских лучей и далее по всему электромагнитному спектру. Герц тоже работал на Гельмгольца, но начинал он с несколько иной цели. А теперь вот что он сделал. Было замечено, что иногда во время грозы можно увидеть искры между ионами в камине, да? Так вот, причина, по которой не было открыто радио, заключается в том, что у нас есть детекторы света, например, в вашем глазу. Тогда не было детекторов радио. Вот почему оно не было открыто. Но Герцу пришла в голову идея использовать искровой промежуток в качестве детектора. Вот что он сделал. Он сделал искровой промежуток с помощью микрометра, в котором можно было уменьшить зазор до нужного размера, и подсоединил его к катушке, чтобы придать ему определенную частоту. В совершенно затемненной комнате в одном из углов стояла машина, которая при помощи небольшой катушки генерировала искры, что, как мы знаем, создавало радиоволны. Он ходил в темноте и рассматривал в оптический микроскоп этот микрометровый зазор. Он завинчивал его до тех пор, пока не начиналась искра, и тогда длина зазора соответствовала напряженности электрического поля в этой точке, линиям, которые Фарадей видел проходящими между его магнитами. И он бы записал это в свой блокнот. Это продолжалось месяцами, а то и годами на самом деле. Ему повезло, потому что длина волны как раз подходила для его комнаты. Если бы он больше работал над намоткой, то намотал бы меньше витков катушки или больше витков катушки, чем могло бы подойти. Потому что они помещались в его комнате на расстоянии нескольких метров. Когда-то я был радиолюбителем, так что мы построили все эти штуки в 60-х и 70-х годах. Так что он мог создавать стоячие волны, похожие на звук гитарной струны, по всей комнате в этом радиочастотном поле. И он смог построить график этого, и он заметил максимумы и минимумы, точно так же, как стоячая волна, на которую настраивается гитарная струна, когда есть. Ну, вы знаете, гитаристы настраивают инструмент, проводя пальцем вверх до гармонического положения, при котором пружина не смещается. И ему удалось составить карту стоячих волн, которую он опубликовал. Таким образом он определил длину волны. Исходя из количества витков катушки, Кельвин определил частоту этой цепи. Таким образом частота была известна, длина волны была известна. Он мог объединить их и получить скорость. И еще раз повторю, самым счастливым днем в его жизни был тот, когда он сложил эти числа и получил число, равное скорости света. Тогда он узнал, что радиоволны распространяются со скоростью света. И вот это замечательное письмо, написанное в 1887 году. Его жена Элизабет нарисовала линии поля для этой работы. Это первое в истории построение линии электромагнитного поля от Диполя, которое оказалось чрезвычайно важным. Но его жена написала его родителям, что Генрих снова преуспел в самых прекрасных экспериментах, которые делают его очень счастливым, и меня тоже, когда он рассказывает мне об этом. Об этом с таким сияющим лицом. Я хочу сказать здесь кое-что о космических кораблях, потому что я думаю, что это просто фантастика. Ты знаешь, что происходит на самом деле. Хассинни был назван в честь главы космического агентства, названный в честь босса Романа. Он был открыт в 1997 году и рассчитан на 4 года. Он просуществовал 20 лет. Вот он. Это изображение Юпитера. Извини, Сатурн на самом деле был снят этим космическим кораблем, который тогда был. Фотография космического корабля была затем отфотошоплена на эту большую фотографию планеты. Вот это и есть кольца. И на самом деле первая серьезная работа Максвелла по физике заключалась в том, чтобы рассчитать движение колец Сатурна. И объяснить, почему все они просто не врезались в поверхность под действием силы тяжести или быть выброшенным в космос, почему кольца были стабильны, что он и сделал. Это настоящий подвиг. Вот что я хочу подчеркнуть, так это то, что мощность передатчика в этой штуке составляет 50 ватт. Ты можешь в это поверить? Это как лампа в твоем холодильнике. Это очень слабая прикроватная лампа. И все же эти 50 ватт, направленные на Землю, могут посылать единицы и нули, как азбуку Морзе, точки и тире, обратно на объект, немного похожий на телевизионную антенну, на крыше дома в Голдстоуне, на окраине Лос-Анджелеса, которые находятся на расстоянии 700 миллионов миль и радиоволнам требуется час, чтобы добраться туда. Таким образом, мы должны верить, что эти силовые линии, которые Фарадей видел между полюсами своего магнита, могут растягиваться, могут пересекать полный вакуум космического пространства и заставлять электроны в проводе, очень скользкие электроны, скользить вверх и вниз по антенне в Голдстоуне близ Лос-Анджелеса и создавать этот сигнал. Ну вот, теперь это работает. Для этого нужно сделать несколько вещей. Во-первых, это направленное устройство, так что это блюдо. Но это не очень хорошее блюдо, оно очень направленное. Луч, который оно посылает, имеет ширину 5 миллионов миль, когда достигает Земли, намного шире Земли, потому что у вас не может быть очень большого блюда, оно слишком тяжелое. Тот, что в Голдстоуне, находится на высоте 70 метров. Я думаю, что он немного лучше. Во-вторых, они передают и принимают на одной частоте. Конечно, это очень помогает. Но самое главное, они охлаждают приемник в Голдстоуне примерно до нулевой температуры. И это приводит к уменьшению шипения и статических помех, которые вы обычно слышите при переключении радиостанции между станциями. Так вот, в результате всего этого в 19 веке все было в полном беспорядке. Появилось множество статей с миллионом безумных теорий. Некоторые из самых безумных заключались в том, что движущиеся часы замедляются, потому что они движутся очень быстро, и что движущиеся объекты становятся короче в направлении их длины, если они движутся очень быстро. Но ни у кого не было последовательного унифицированного подхода ко всей этой информации. Вот краткое изложение того, о чем мы говорили до сих пор. Уравнения Максвелла предполагают абсолютную систему отчета. Уравнения Максвелла дают скорость света. Это не зависит от скорости источника. Если ночью к тебе приближается машина и светит на тебя фарами, то можно ожидать, что если машина прибавит скорость, то и свет будет увеличиваться. Но это не так. Независимо от того, с какой скоростью едет машина, свет, падающий на тебя, всегда движется с одной и той же скоростью. Как мы уже говорили, встречного ветра нет. В отличие от волн на реке, скорость света, похоже, не увеличивает скорость течения эфира. Результат Майкельсона состоял в том, что не существует стационарного эфира, привязанного к удаленным звездам. Это не помогло. Результат Брэдли был противоположным. Вот в чем суть. Если эфир был привязан к... Я имею в виду, что одно из объяснений результата Майкельсона, которое он на самом деле не хотел публиковать в своей статье, заключалось в том, что эфир прикреплен к Земле. Я имею в виду, что церкви это понравилось бы. И что, когда Земля вращалась, она увлекала за собой это эфирное вещество по всей Вселенной. И если бы это было так, то это не могло бы быть правдой, потому что, если бы эфир вращался вместе с Землей, вам не нужно было бы наклонять свой телескоп в эксперименте Брэдли. Потому что световые волны были бы прикреплены болтами к эфиру. Значит, результат Брэдли противоречил результатам Майкельсона. Он хорошо согласуется с теорией Френеля. Физо проводил эксперименты, пропуская свет через проточную воду, причем вода текла против направления света и измерял скорость света, ускоряя движение воды. Он добился изменений, и это согласуется с теорией Френеля. Так что люди склонны думать, что старая теория Френеля, сформулированная в 1820 году, вероятно была верной. И тогда самая большая проблема заключалась в том, что законы Ньютона не могли принять идею о постоянстве скорости света. Послушай, если ты находишься на кольцевой дороге в аэропорту, и идешь по ней со скоростью 2 мили в час, а лента движется со скоростью 3 миль в час по отношению к земле. Очевидно, что вы идете со скоростью 5 миль в час по отношению к земле, суммой скорости пояса и вашей собственной скорости по отношению к поясу. Это закон Ньютона. И он никак не согласуется с результатами, согласно которым скорость света постоянно, а машина движется на тебя с включенными фарами. Так вот, Келвин выступил с замечательной речью в 19 веке. Она называлась облака над физикой 19 века, где он говорил о величайших нерешенных проблемах. По сути, он сказал, что физика решила все проблемы. Сейчас есть только две нерешенные маленькие проблемы, о которых стоит беспокоиться. Одна из них называется ультрафиолетовая катастрофа. Она породила квантовую механику, а вторая эфир и природу, и это породило теорию относительности, две великие революции в физике. Таким образом, было три возможных решения. Ты мог бы продолжить, поскольку Майкельсон посвятил свою жизнь поиску эфира. Ты мог бы предположить, что Максвелл допустил ошибку и исправил уравнение Максвелла. Или ты мог бы предположить, что Ньютон допустил ошибку и исправил уравнение Ньютона. Ньютон, конечно, обладал огромным авторитетом. И это действительно потребовало огромной смелости и уверенности со стороны 26-летнего патентного поверенного из Цюриха Альберта Эйнштейна, чтобы прийти к выводу, что именно Ньютон создал, это было неправильно. Эйнштейн, будучи патентным поверенным, не работал в университете, и у него в кабинете висели три портрета Ньютона, Фарадея, Максвелла. Они были его героями. Так что же сказать об Эйнштейне? Я мог бы подвести итог, сказав, что люди постепенно осознали, что любое движение относительно. Конечно же, Эйнштейн стал великой знаменитостью в 20-е годы, особенно благодаря работе в области общей теории относительности. Такие умные студенты из Кембриджа и Оксфорда, когда они приезжали на железнодорожную станцию здесь, в Лондоне, спрашивали начальника станции о таких вещах, как Останавливается ли этот поезд в Оксфорде? Так что в воздухе витало многолюдство, о нем писали в газетах и так далее. Его статья 1905 года сразу все прояснила. Он полностью упразднил эфир, он предположил, что уравнения Максвелла верны, и он внес изменения в законы Ньютона, и эти изменения привели к уравнению И, равному МС в квадрате. Теперь уравнение, равное МС в квадрате, его самое известное уравнение, говорит вам о количестве энергии И при ядерном взрыве, когда некоторое количество массы М полностью исчезнет. И все это результат изменения законов Ньютона таким образом, что все движение относительно о скорость света постоянно, чтобы изложи это простыми словами. Так что это уравнение, конечно же, имеет огромное значение. Оно говорит нам о том, как звезды питаются энергией. В конце концов, звезда это просто непрерывная последовательность водородных бомб. И это говорит нам о ядерной энергии и, конечно же, о многих других вещах. Его теория согласуется как с результатами Брэдли, так и с результатами Френеля. Френель получил правильный ответ по неправильной причине. Он приехал в Америку в 1921 году, где был поражен радостным позитивным отношением к жизни людей, которые показались ему дружелюбными, уверенными в себе, оптимистичными и лишенными зависти. Он играл на скрипке. Однажды его спросили, если бы он не был физиком, чем бы он занимался в своей жизни. Он сказал, ой, я бы стал музыкантом. После игры с джульярдским квартетом, кто-то подошел к одному из музыкантов квартета и спросил, кем бы он был, нравится, а каков он как скрипач. И музыкант сказал Эйнштейн, с ним все в порядке, но у тебя нет чувства времени. В 1933 году нацисты украли его парусную лодку. Это стало своего рода последней каплей. В тот момент он переехал в Принстон и оставался там до своей смерти в 1955 году. Но перед этим он попросил Черчилля помочь вывести еврейских детей из Германии, что Черчилль сделал в ответ Эйнштейну это письмо. Мой начальник в Оксфорде, сэр Питер Хирш, был одним из таких детей. Он сказал, что был глубоко религиозным неверующим. Это очень трогательные слова для нашего времени. Без этической культуры человечество не сможет спастись. Так что я хотел бы добавить сюда ссылку на наше собственное исследование, потому что это кажется таким подходящим просто по чистой случайности. Во-первых, моя основная работа в Америке, это должность директора по науке в консорциуме, мы получили большой грант в размере 50 миллионов долларов от НВ на 10 лет. Среди семи университетов, Стэнфорд, Корнелл, Агу, который на сегодняшний день является самым крупным из них, и другие, Райс, Калифорнийский университет. И мы получили грант на использование рентгеновского лазера, который был изобретен только в 2009 году, чтобы попытаться снять фильмы о работе молекулярных машин. Это те маленькие молекулярные штучки, которые постоянно находятся в вашем теле и которые, например, заживляют раны. Вот одна из работ, которую команда профессора Мэри Шмидт провела в рамках масштабного сотрудничества в 2016 году. Это белки, и они содержатся в материале на задней стенке вашего глаза. Здесь тот же самый белок, это называется реакцией цистранс-изомеризации. Вот это верху, вид сверху. Это кадры из фильма «Шаг за шагом», а это вид сбоку. Вот что мы делаем, направляем немного света на этот белок, как если бы он попадал в ваш глаз, а затем чуть позже делаем его рентгеновский снимок. И каждая задержка между моментом, когда мы включаем свет, и моментом, когда мы делаем снимок, дает нам один кадр фильма. Да, и затем мы повторяем это много раз, это как стробоскоп, и мы создаем фильм, изменяя задержку. И вот результат. А происходит вот что, молекула, изображенная здесь на пунктирной линии, меняется на эту толстую линию слева направо. Левосторонняя форма, как у вашей левой руки, становится правосторонней, потому что она поглощает фотон света. И когда она меняется слева направо, это посылает сигнал в ваш мозг, который сообщает, что вы видели вспышку света. Вот как это работает, так вот это и есть фотодетектор в вашем глазу. А вот и видеозапись того, как это происходит. Но что примечательно, так это временные рамки. Эти рентгеновские лазеры, сейчас их пять по всему миру. В Южной Корее есть один в Гамбурге, и есть британский консорциум, который занимается их использованием. И сейчас идет важная дискуссия о том, могу ли я подключить вилку, чтобы построить такую же в Англии, в чем я был немного замешан. Итак, вы можете получить эти видеозаписи работы молекулярных машин, но разрешение по времени это экстраординарная вещь. Промежуток времени между этими кадрами составляет примерно одну миллионную миллионной доли секунды. Вот здесь внизу они указаны в фемтосекундах. Вот это. Хорошо значит одна миллионная миллионных долей секунды, так как наш рентгеновский импульс очень короткий, мы можем получить. Мы можем зафиксировать движение этого извивающегося белка. И мне только что пришло в голову, что это в точности соответствует тому, что Фейнман сказал в 1950 году, когда квантовая электродинамика. Или создавалась другая отрасль физики. Он сказал, что когда атом на Солнце дрожит, электрон моего глаза дрожит 8 минут спустя из-за прямого взаимодействия. Это действительно замечательно. Это правильно. Запомни, у Ромы есть 11 минут на то, чтобы свет добрался от Солнца до Земли. Ньютон в своей книге указал по-моему 8 или 9 минут. Я не знаю, как он подошел к этому так близко. Но вот что, по словам квантовой электродной оси, происходит на самом деле. От Солнца исходит немного света, и через 8 минут вы это видите. Интересно, что Ньютону и Максвеллу повезло по-разному. Ньютон использовал свои представления о гравитации, чтобы предсказать расстояние от Земли до Солнца. Когда он посмотрел на наиболее известное на тот момент значение, оно оказалось совершенно другим. Так что он забросил теоретическую физику на 20 лет. На самом деле он был прав, но он думал, что все это неправильно, потому что эксперимент не соответствовал действительности. К несчастью для него, это был просто неудачный эксперимент. Численное значение, которое он нашел, было безнадежным. Максвеллу повезло как раз наоборот. Он предсказал скорость света на основе своих уравнений, и выбранное им значение совпало почти идеально. Но были и другие значения, и он просто случайно выбрал правильное. Ладно, сейчас я закончу. И позволь мне просто в более философском ключе порассуждать о том, что же это за штука эфир. Из какого вещества состоит электрическое поле? Так вот, в современной физике считается, что состояние вакуума наполнено виртуальными частицами и прочим. И эта вакуумная энергия, как полагают, ответственна за происхождение Вселенной и большой взрыв. Таким образом можно сказать, что современная КЭТ просто заменяет эфир другим веществом с другим названием, и вы просто заменяете одно неизвестное вещество другим. Это было бы довольно правильно. Максвелл сам понимал, что математика это метафора физики. Писал он, аналогия между светом и колебаниями упругого эфира, хотя ее важность и плодотворность трудно переоценить. Мы должны помнить, что она основана на сходстве по форме между законами света и законами колебаний. Значит, он знал, что эти его уравнения были метафорическими, но они сработали. Он не понимал, что лежит в основе реальности. Ну что же, что такое реальность, это глубокий вопрос. Конечно же, в квантовой механике что является реальным? Стивен Хокинг как-то говорил о реальности, зависящей от модели. И идея о том, что сознание это не что иное, как сумма всего этого рода упреждающего моделирования, которое постоянно выполняет наш мозг. И это ставит тебя перед фундаментальным вопросом. Существует ли где-то реальность, ожидающая своего открытия, или мы каким-то образом накладываем на нее свое воображение, чтобы создать ее? Именно в это верил Джон фон Нейман, один из величайших математиков и физиков прошлого века. Если мы вернемся к этому вопросу, боюсь, что скорость света больше не измеряется. В 1986 году она была определена в терминах других известных констант, так что больше нет смысла ее измерять. Мы определили ее значение очень точно. И это имеет фундаментальное значение для многих вещей. Это касается GPS. Я думаю, что беспилотные автомобили, если не учитывать релятивистские поправки, могут врезаться друг в друга. Так что знаешь, это очень важно. Сделай все правильно. У тебя там должно быть правильное значение скорости света. Но на мой взгляд более интересным является признание теории Дарвина. Ты знаешь, что причина, по которой им было так трудно принять идеи Дарвина примерно в 19 веке, заключалась в том, что люди просто не могли представить, что Земле столько лет, сколько она есть на самом деле. Ей около 4 миллиардов лет, а жизнь существует уже более 3 миллиардов лет. Они не могли понять, что происходило в те времена. И только после измерения скорости света и использования ее для красного смещения и расширения Вселенной, мы можем измерить это, наложив временную шкалу на Вселенной и на Земле. Так что масштабирование тех времен действительно способствовало принятию теории Дарвина. И в заключение я приведу знаменитое эссе Юджина Вигнера о неразумном. Физики любят приводить эту цитату в своих выступлениях о неразумной эффективности математики в естественных науках. Он писал, что чудо, заключающееся в том, что математический язык идеально подходит для формулирования законов физики, это чудесный дар, который мы не понимаем и не заслуживаем. Мы должны быть благодарны за это и надеяться, что это останется актуальным в будущих исследованиях, и что оно распространится к лучшему это или к худшему, к нашему удовольствию, хотя возможно и к нашему недоумению, на более широкие области знаний. Вот и все. Это снимок, сделанный Кассини. Мне жаль, но это Парижская обсерватория. Это здание все еще там. Я ходил и видел его прошлым летом, когда Кассини был главным, а потом, когда Рома измерял скорость света на спутниках Юпитера. И я надеюсь, что тебе не кажется, что, как сказал Марк Твен, профессор погрузил эту тему во мрак. И если он продолжит в том же духе, то скоро мы вообще ничего не узнаем. Ниже приведены некоторые темы, которые я опустил, потому что у меня не было на это времени, и все они описаны в книге. Но я думаю, что история измерения скорости света действительно является одним из величайших интеллектуальных приключений человечества. Я попытался показать, какой вызов это создало для наших самых фундаментальных представлений об основах науки, пространстве и времени во Вселенной, а также вдохновляющую изобретательность экспериментаторов, которые являются частью этого великого приключения. И мне действительно кажется, что скорость света это самая важная из наших физических констант, широко используемая в науке, а также обеспечивающая своего рода унификацию. Она играет своего рода объединяющую роль в физике. Спасибо тебе.